Может ли нам сказать что-то о уровне человека, его внешности или не может? Конечно же может, это же не на пустом месте рождается. Вот представляете, приходит такой здоровый человек с такими мышцами, знаете, в такой майке растянутой, и вот так вот у него грудь такая большая, он такой, знаете, вот заходит и заходит какой-нибудь доходяга, доходяга вроде меня, да, вот, а нам надо, знаете, шкафы переносить для божеств, ну как бы со всеми этими штуками, которые там внутри. Ну серьезная, тяжелая работа, вот кого мы попросим переносить шкафы, вот этого дядю, который так, что вы скажете, я готов делать, он преданный начинающий, или этого доходягу лектора, кого попросите переносить шкафы? Понятно, что дядю Гену, потому что по телу мы как вот смотрим на тело и понимаем, что похоже у него там есть соответствующая квалификация для этого, так ведь? То есть по телу можно судить, и если человек рождается в каком-то теле, да, если у него крылья там за спиной нерасправленные, вот, то предполагается, что, ну, наверное, можно его столкнуть, ну, с крыши, в принципе, может летать. То есть по телу можно же понять, так ведь? Согласны же, да? И доказательство, что по телу можно судить о сознании человека мы находим в Бхагавадгите. В восьмой главе Бхагавадгиты Кришна объясняет нам, что, когда человек оставляет это тело, ям-ям-ва-пис-маран-бава, то есть в каком настроении, в каком состоянии находится его тонкое тело, такого состояния он достигает после оставления этого тела, то есть попадает в такую форму жизни, в такие условия, где его Бхагава может себя проявить, то, что он себя будет комфортно там чувствовать.